Так, ребят, вот с аксессуаров. Опять же, сегодня уже забираем. Короче, вот такого вот 71-го пригоняли на аксессуары, он шел в конфигурацию вместе с лебедкой. Мы, короче, ему поставили дополнительно вот такие вот диски литые, поставили шнорки или добавили расширители арок вот такие черные. Вот. Конфигурация достаточно... Ну, это 70 лет anniversary, но не самое топовое. Знаете почему? У него нету блокировки межколесных дифференциалов, но у него есть имитация, то есть у него есть электронная блокировка. Мы поставили еще камеру, заменили дисплей большой, поставили сюда. Кстати, вот кожзам такой прикольный. Поставили камеру заднего вида еще. Вот. Эта машина сейчас получается 2-1 мая 2023 года. Я сегодня отправляю ее в порт, и через 2 месяца она будет в Новосибирске. Поэтому желающие любители активного отдыха, либо для бизнеса, может быть, кому-то нужно в горную местность, либо для фермеров, может быть, где нужны именно проходимые автомобили, вот. Горячо рекомендую, звоните. Машины будут проданы до прихода в Новосибирск. Это однозначно. Но сейчас пока они идут в свободную продажу. Еще один. Еще один. Точно такой же, только белого цвета. Тоже со шноркелем, с лебедкой, на дисках, с расширителями арок. Вот. И чем он не отличается от того? Тоже стоит камера заднего вида, дисплей хороший. Вот. Имитация блокировки. Межколесных дифференциалов. Ну, здесь парт-тайм. Жесткое подключение переднего моста, поэтому центральной блокировки здесь нету. Центрального ДЭФа. Но есть и ESP. Поэтому, в принципе, имитация, и много их это устраивает. Сегодня вот май. Получается, 1 мая. С праздником всех. И две машины я сейчас гружу и отправляю в шпорт. Через два месяца будут в Новосибирске с документами. Так, это готово. Сейчас еще 76-го покажу. Тоже здесь стоит. Это 76-й Ванкрузер. Пятидверный, получается. Мы ему добавили кое-что. Мы ему добавили, так, диски у него шли. Мы ему добавили корзину металлическую наверх. Мы ему поставили лебедку. Мы ему поставили ходовые огни вот такие вот. Покрасили их цвет кузова. Мы поставили шноркель. Еще мы его немного доработаем. Мы его, короче, сейчас затонируем. И поставим сюда вот лестницу для доступа наверху. Такая лестница будет. Половинка, короче, до этого. И здесь будет еще дополнительная подножка стоять. У него есть камера. Вынесли ее специально наверх, для того, чтобы я грязью не забрасывала. И вообще они ее ставят зачем-то сюда. Вот эти вот местные специалисты ставят камеру сюда. Но это неправильно. Конечно, грязью будет закидывать моментально. Вот. Комплектация достаточно жирная. Мы сюда воткнулись, чтобы отогрев, получается, передних сидений. Обратите внимание, электропривод окон, центральный замок, блокировка окон. Мы поставили сюда вот такой вот подлокотничек. У него идет, сидухи идут на таком кожзаме, в принципе, неплохом. Электропривод зеркал. Смотрим, здесь у него блокировка переднего-заднего дифференциала межколесного. Вот. Блокировки здесь центрального дифференциала, конечно, нету, потому что здесь идет партайм, жесткое подключение передней оси. Вот. Смотрите, какой монитор. Большой достаточно, штатный, намного меньше. Где-то там мы поставили специально его под камеру. Вот. Ну что еще? Вот управление лебедкой лежит. Управление лебедочкой, дистанционное управление лебедкой. Вот такой вот автомобиль у нас через пару дней доделается, и мы его отправляем. Вот. Поэтому, кому интересно, заранее пишите. Машина до Новосибирска не доедет, будет продана. Пока идет в свободную продажу. Так, корзина сказал, металлическая, да, сказал. Черные диски литые. Вообще смотрится просто огонь-пушка. Продолжение следует...